Опасные народные приметы. Восемь зловещих признаменований судьбы. Издавна славяне верили в силу народных примет. По погоде или поведению животных люди узнавали о грядущих событиях и могли своевременно подготовиться к ним. Далеко не все знаки от высших сил сулят доброй вести, некоторые предупреждают об опасности. На какие же приметы и суеверия стоит обратить внимание? Если остановились часы, что это значит? Для того, чтобы правильно растолковать такую примету, нужно обратить внимание на то, кому принадлежат часы. Если механизм носит определенный человек, то ему следует лучше позаботиться о своем здоровье. Велика вероятность болезни. Если же остановились настенные часы в доме, в таком случае жилищу грозит пожар, ограбление или смерть кого-то из проживающих в нем. Если птица залетела в окно, что это значит? Внимательно посмотрите на то, как ведет себя птица, оказавшаяся внутри квартиры. Если птица влетела в открытое окно, это знак от умерших родственников. Эзотерики считают, что души погибших приходят в мир живых в виде птиц и пытаются о чем-то предупредить. Если пернатая попала в дом через дверь, к тяжелому заболеванию или кончине кого-то из родных. Но есть и хорошее толкование. Это к приезду родственников или переезду в другое жилище. Если птица залетела в офисное помещение, это сулит конфликты и разногласия между коллегами. Если у вас есть кошка, и она поймала незваного гостя, это добрый знак. Домашнее животное защитило вас от возможных неприятностей. Нельзя возвращаться, если что-то забыли. Существует такая народная примета. Мало кто знает, откуда взялась эта примета, хотя верит в нее практически каждый человек. Все дело в том, что, выходя из дома, вы несете энергетику положительного движения вперед. Если же вы возвращаетесь обратно, то меняете траекторию на противоположную, на отрицательную. Поэтому велика вероятность неудачного дня. Для того, чтобы вернуть все, как было, по возвращении домой, посмотрите в зеркало и покажите язык. Таким образом, вы отзеркалите происходящее, и ваше движение снова будет по нужной траектории. Собака воет ночью. К чему это? Благодаря хорошему нюху и способности улавливать энергетические вибрации, собака может учуять перемены и предупредить о них хозяина. Помните о том, что если пес воет ночью, плохие новости придут издалека, или человек пострадает от чужих рук. При этом нужно обратить внимание, четвероногие, которые воют глубокой ночью, словно волк, знак того, что вашу жизнь вмешается нечистая сила. Если пес жалобно скулит рядом с вами, ждите проблем со здоровьем. Если воет не ваша собака, это к серьезной беде. Бесконечный вой и катание собаки по полу к значительным переменам в жизни. А если животное воет или скулит перед важным событием, будьте уверены, все пойдет не по плану. О чем предупреждают вороны, согласно народным приметам? Издавна считалось, что вороны – предвестники дурных новостей, так как они тесно связаны с потусторонним миром. К примеру, если вы слышите карканье вороны, но не видите саму птицу, это предупреждение о болезни. Если ворона села рядом, поговорила с вами и улетела, значит в жизни вы что-то делаете неправильно, нужно менять направление. Слышать карканье ворон под окнами несколько дней подряд, а вас кто-то распускает сплетни. Если ворона скачет по подоконнику крупным денежным тратам. Какие же существуют приметы про одежду и вещи наизнанку? Наши предки считали, что рассеянность, из-за которой вы надеваете одежду неправильно, ведет к неприятностям. Самое распространенное толкование такой ситуации – человек, который надел одежду наизнанку, будет бит. Причем не обязательно физически, его могут победить морально или интеллектуально. Существует примета, согласно которой, нижнее белье, надетое наизнанку, сулит предательство партнера, конфликты в паре или с друзьями. Деловые предметы гардероба, пиджаки, жакеты, брюки или рубашки, которые вы надели не той стороной, предупредят вас о ссорах и неурядицах на работе. Нейтрализовать это действие можно, если снять одежду и несколько минут постоять на ней босиком. Что означает, согласно народным поверьям, если заранее поздравили с днем рождения? Поверье, согласно которому нельзя желать ничего человеку до праздничной даты, появилось очень давно. Славяне считали, что когда ребенок появляется на свет, высшие силы не сразу берут его под свою защиту. Таким образом, если вы заранее поздравляете человека, значит, напоминайте нечистой силе, а его существовании. И все сказанное вами с добрым помыслом именинник обретет троекратно, но в негативном значении. Что означает разбитое зеркало? Каждый из нас слышал о том, что разбить зеркало – это дурной знак. Народные приметы гласят, что зеркало, разбившееся на сотни мелких осколков, сулит гибель близкого человека. Смотреться в разбитое зеркало тоже нельзя. Накличите беду на себя и своих родных. Зеркало, которое упало и разбилось, хотя его никто не трогал – знак беды для живущих в доме. Если зеркало разбилось у вас в руках, значит, несчастье произойдет именно с вами. Уберечь себя от таких проблем можно, если собрать осколки веником, несмотря с него, завернуть в ткань и вынести на мусорку вне дома. Вот такие существуют народные приметы и суеверия. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok